Когда семья большая, вот сразу такая стрюля из просто варёных. Не успели даже позавтракать, дети всё, бегут быстрее на улицу, да, Родион? Родион, снег быстрее, да? Вот это да. Мирошка, покажись, Мирошка, прикиньте. Не, ребята, я вам серьёзно говорю, это просто вообще эксклюзивные кадры. Вы такого, по-моему, на нашем канале, особенно вот такого упакованного Мирошку не видели никогда. Давай. Он даже, наверное, не понимает, что с этим делать. Да, Мирошка? Давай-давай, сынок. Да. Вот я говорю, снег – это круто, когда ты приезжаешь, чисто повеселиться. Чисто повеселиться в снегу, покататься там на сноубордах, на лыжах, на снегокатах, на всяких. Родик, у меня перчатки не одеты. А вот когда ты живёшь, постоянно холод, постоянно снег, тебе нужно в доме постоянно чистить вот эту вот дорожку. Типа, знаете, когда не заводится машина там, я не знаю, ещё что-то. Короче, снег должен быть в кайф. Вот когда снег в кайф, вот так вот, как у нас, нам это нравится. Вот мы приехали, изменили картинку. Можете написать, какие дети, наконец-то, довольны и счастливы, что они могут порыться в снегу. Да, Мирошка? Здесь есть этот снегокат. Сейчас мы Мироху посадим, пусть покатается. Вот он, здесь это. Ох, ё! А он вообще примёртся. Да, этот снегокат ещё появился, когда Тёмка был очень-очень маленький. А ботинки у меня эти, смотрите, Аляска, все дела появились, когда я занимался воротами и ездил на объекты по установке этих ворот с тех времён, эти сапоги. Мирошка, иди, садись на снегокат. Мироша упал. Он спускался и упал. Вставай, инопланетянин. У тебя всё получится. Короче, он не знает, что с этим делать. Давай, Мироша. Это необычно, да, сынок? Вот такой вот балдёж. У-у-у-у! Классно? Да. Как лайк поставишь? Да! Вот так вот вам, ребятки, зимнего контента, те, кто нас смотрит из Таиланда. Ловите снежочек немножко, позамерзаете там из подмосковной деревушки. Насколько нас хватит, и делайте ваши ставки в комментариях. О, я кэчка-то в пуховике, в кроссовках таких-то. Нашли мы здесь горку. Прям в деревуке. Да, Тём пытается защищать, да? Не получилось. У-у-у-у! Давай, Руни, готов? Отойди, Мирон, отойди! Неплохо у него вышло. Красавчик. Невозможно вылезти из снега. Смотрите, заступаешь и всё, прям сразу по колену уходишь, проваливаешься. Ой-ой-ой. Эмирошка там. А-а-а! Пока вот тут девчонки режут тайские фрукты. Я хочу вам показать, что мы в Москву привезли ещё не только фрукты, а ещё и тайское солнце. Гляньте, какая красота. А-а-а! Сейчас, чуть позже откопаем гриль и будем готовить шашлычок. Шашлычок мы прям давно не ели, нашинский шашлык. Три месяца назад, где-то три с половиной. Солнце светит сквозь смог. Вот, кстати, вот этот день надо запоминать, потому что таких дней, тем более зимой, их вообще мало. Вон даже эти сосули начинают капать. Сейчас поедем с брательником, купим мясо, купим вина. Интересно сейчас посмотреть по ценам в КБшке, какие цены на вино. Помните, в Таиланде самое дешёвое вино стоило на наше, если переводить, там 1000 рублей. Посмотрим, какие цены здесь. Забыл даже уже. И сегодня вечером нам надо будет сейчас прочистить ещё дорожку барбекюшницы к этой. И будем сегодня горить мяско. Единственное, что хочу успеть всё это сделать, пока светло. Но опять-таки, наверное, навряд ли получится. Традиционная рубрика нашего канала. Дизель 6190, 95, 54, 90. Вот когда из-за границы приезжаешь, ещё когда ты за границей путешествуешь, много-много льёшь в бак. И ты такой, вот это цены, а? Вот это цены. Вот это цены. Зашли мы в лавку. Здесь брательник морковь покупает на калатке. Я вот сейчас прикрепляю просто ценники. Я просто нахрен охренел. Вот это цены, слушайте. У меня нет слов, просто без комментариев, на самом деле. То, что я по поводу цен на овощи, я вам уже сказал, что в шоке. Ну, короче, ладно, здесь вон чек. Не знаю, будет вам видно, не видно, не суть. В общем, мы купили кинзмараули, виноградное вот такое вот винишко. Грузинское, блин, как мы его там любили. Но вот такое пока здесь не удалось нам найти. Не знаю, насеку попозже откроют. Смотрим. Клёво, у нас, смотрите, снежок пошёл. Сейчас будем это разжигать. Вы, наверное, уже и соскучились, да, по такому контенту. Да и мы сами, на самом деле, соскучились по всяким вот этим готовкам. Уголёк, уголёк, да. Пусть зимой. Зимой, кстати, мы вообще сто лет уже не готовили. Показывал, ловки здесь есть. Видите, такая стеллаж с дровами. Это, кстати, пока мы ездили, пацаны всё почистили здесь. Так вот аккуратненько, чтобы всё было. Опа, вот ещё вход к барбекюшнице. Красота. Вон, кстати, решёточки лежат. Так, и у нас, видите, какая бытовуха случилась. Мы, когда приезжаем к брату, всегда попадаем на вот эту штуковину, что приезжают откачивать эту яму. Ужасная вонища, фу. Нас много, а представляете, как сейчас нас много. Поэтому, конечно, да, откачивать надо. Битком. Сейчас побыстренько вот такие тонкие палки сюда наломаем, разожгём, а потом уже какие-то берёзовые. Какие могут быть розжиги, да, когда есть вот такая вот горелочка. Давай-давай-давай-давай. Разгорайся. Ну, вроде у нас всё получилось. Пойдёмте теперь основные дрова брать. Вот это нам точно пригодится. Надеюсь, вот это всё, что подкинул, нам этого хватит. В принципе, вон, брусочки такие классные. И плюс две огромные, да, вот эти берёзовые. Сегодня будем, кстати, на костре готовить маленькие черри. Прям на ветке хочу их так подсолить. И просто прям на ветке на уголёчек положить. Надеюсь, получится классно. Ничего не подгорит. Будет вкусный ужин. А мы пока пойдём мариновать овощи и мяско. Загружаем овощи. У нас вот такая крутая система, чтобы вот по кругу не идти, там, в дом не заходить. Вот так вот мы закидываем, видите, через окно. Давай, мамуля, давай. Опа. Вот так вот. Всё здесь все. О, видите, грибочки. Да, закрывать здесь говном пахнет. Ещё сливают, точнее выгребают, да? Мама аж офигела. Ну, ладно. У нас вот баклажаны, ребятки. Вы даже не представляете, как мы соскучились по баклажанам. Трёх с половиной месяцев. В последний раз где-то так и ели их. Это прям сильно. Мы очень любим баклажаны. Всё, ставим. Пусть готовятся. Жар у нас на самом деле крутой. Я вот тут, видите, так овощи складываю в одну стопку, чтобы они не промерзали, потихонечку запекались. Они, в принципе, вот и потихоньку и запекаются. А я их прям руками вот так переворачиваю. Прям они должны получиться офигенные. И попросил вот у насёнки мяско наше. Это... Это? Ага. Папа. Опа. И вот курица ряба. И помидорки там ещё. Я вот подумал, что сначала нужно кинуть окорочка, потому что как-то курица, она всё равно дольше готовится, нежели свинина. Это мы сейчас аккуратненько вот так вот ложим. Вот так вот. Опа. Всего лишь три кусочка, по идее. Опа. Всё, пусть запекается. А потом уже в последнюю очередь мы свининку запекём. Я вот если честно не знаю, как вы, но я бы дома себе купил хотя бы только ради того, чтобы вот каждый вечер готовить еду вот такую вкусную на углях. Мне кажется, это прям вообще потрясающе. Почему когда вот вон лапа мы ездим, да, на машине, мы встаём и очень-очень часто мы готовим еду на мангале. Это прям... Ну это прям реально круто. Любите ли вы так же? Пишите, конечно же, в комментариях. Да, летний сезон вообще совсем скоро. Мы будем делать больше таких выездов куда-нибудь к морю, либо в горы. И будем больше и больше готовить этих всяких ништяков. Вот теперь, видите, всё вместе готовится. Всё утрамбовал. То есть овощи доходят за счёт вот этого тепла, который здесь идёт. То есть они уже не горят. Вот. Ну мясо жарится на своём прям как надо. Вот так вот. Я чуть не забыл про помидорки. Но помидорки будем ложить в самом конце. Вот прям вот так вот на веточки хочу их положить. В принципе-то чего, им много не надо. Надеюсь, они здесь не подморозятся у меня на улице. Всё-таки одно дело летом готовить шашлык. Второе дело зимой. Блин, у меня руки просто взмёрзли. Так, помидорочки вот готовы. Приготовились так, как я хотел. Мясо. Надеюсь, что курица доготовилась. И вот они, овощи. Блин, короче, на самом деле должно получиться класс. Причём в этот раз мы ребра, смотрите, мы не резали сразу, а я их целиком кинул прям на мангальчик. Смотрите, как классно. Блин, ребята, сорян, кто смотрит голодным. Блин, не могу вам просто не показать эту вкусную красоту. Поэтому каждое ребрышко будем вот уже отрезать, когда оно готово. И это, конечно, невероятно. Смотрите. Офигенно. Сколько снега нападало за ночь. Солнце, привезённое нами, закончилось очень быстро. Машины все в сугробах. Надо сейчас будет всё это дело раскапывать. И поедем уже дальше. Теперь в гости к родителям. Смотрите, сколько навалило снега. Сантиметров пять сегодня просто осадков. В кроссовках закидываю всё в тачку. Мне ещё сегодня объявили, что я повезу всех домой. Я говорю, отлично. Смотрите, чтоб я не перепутал после полтора месяца в левом стороннем движении. Чтоб я не выехал в левую полосу. С таким чувством, что типа я еду правильно. Это вы едете по встречке. Задумались. Сейчас главное, чтобы в салон ничего не залетело. Опа. Быстрее закрываем. Заводим. Всё, сейчас дозагрузимся. И поедем. Блин, снег сегодня ещё люто тяжёлый. Ооо. Им сложно. А вот кусок не убирают. Вот так вот. Опа. Молодец, давай. Вот так вот. Ооо, красавец. Сёмка, давай, вези его. Вот дом, конечно, это очень хорошо. Но чистить постоянно снег, это не айс на самом деле. Ха-ха-ха. Но сегодня Вовке было гораздо просто, потому что ему помогли мои парни. Да, Катька, поехали. Музыка. 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 А мне кажется никогда. Ой. Вот это минусы вообще обычной, традиционной зимы. Первый снег хорошо, первая каталка хорошо, а потом это ад. Вот этот вот. У мамульки здесь изменения они купились. Новый такой вот кухонный уголок. Прикольно смотрится. Вон, заехали ещё во вкусные . Взяли вон два пакета вкусноты. Дело в том, что пока мы где-то катаемся, ну и чаще всего мы приезжаем там раз в три месяца, это в последнее время подольше, но вот сейчас вот уехали в Таиланд, через три месяца приехали. Ну, смысл в том, что пока мы где-то отсутствуем, родители нас вообще никогда ничего не заказывают, а заказывают, когда вот мы приезжаем, Настенка соображает, доставки, какие-то роллы, пиццы, макдаки, кефисишки и так далее. И вот едят они это только тогда, когда мы к ним приезжаем. Я знаю, ребятки, вы точно скучали, так же, как и я, поэтому мы им взяли ключи и идем запускать тачку. Не знаю, запустится сразу с первого хода, навряд ли, конечно, что лютый мороз в стене. Нет, вот сюда на один, на один, вот, молодец. В варежках это сделать не так-то просто. Есть бустер, поэтому есть что, накинем на клеммы, пробуем завести. Ну, как мы не заведем тачку прямо в первый же день нашего приезда, правильно же? Блин, капец, как я соскучился. Все машины, в которых мы ездим, это все... Но мультиво, я надо говоря, вааа. Ищи, ищи машину. Не-не-не, нам сюда, Мироша. Этот сугроб просто не заметил. Вот она, да. Блин, короче, я не знаю, смотрите. Я еще отцу говорю, интересно, она выпрыгнет. Она говорит, да разве это сугроб? Нифига себе, просто по бампер. Наше солнышко, наша родная. Музыка играет. Вы прикиньте, вот что значит наша машина просто сразу, сходу завелась. Вот так вот, ребятки, никакие ни бустеры не нужны, ничего. Мироша, как тебе в машине? Классно? Да, конечно. Мы на самом деле плюс-минус там почистили ее. Хотим попробовать выехать. Ну, сугроб сами видели, да, какой здоровенный. Хренушки. Мне кажется, вообще бесполезная история. Потому что, ну, сугроб реально просто по колено. Не, она шлифует. Как вы поняли, выехать у меня не получилось. Не, на самом деле, просто машины, которые вот всю зиму стоят, они вот так вот просто в сугробе. Нам это просто не вариант. Пойдем, 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 пойдем. Поэтому бросили мы это дело, в следующем выпуске будем выезжать. Вау! Давай, давай, давай. Уброждение. Суночек. Ну что, у меня солнце такое? Да. Зачем мне солнце в Монако, когда есть в тарелке у тебя солнышко? С соленым ягодцами. Да. Я надеюсь, он подаст ног рядышком, братиком. Ну, ребятки, пишите в комментариях теплые слова для Темки, он потом все прочитает и вам ответит. Артем, скорей! О, мой любимый! Happy birthday to you! С днем рождения тебя! С днем рождения, наш Артемка! Днем рождения тебя! Темочка, нужно загадать желание, которое обязательно сбудется, и задавать свечи. Да. У-у-у-у! Стоп! А папа тут такие? Стоп! Е-е-е! мы долго думали что тебе подарить а в итоге ничего не видно видно в зеркало в итоге мы тебе дарим снег его много может еще есть главное желтый снег не есть ну и мы тебе просто дарим открытку и ты же открытки даже никогда не получал понимаешь поэтому держи сынок открытку читай что там пусть все твои яркие дей скорей что ты потратила как подарок который ты хочешь так тут же еще один звонок тема самым крутым спасибо огромное дедушка на работе поэтому поздравления дедушки поздравляю по телефону спасибо огромное дедушки поздравляем тебе самое главное чтобы у тебя все мечты твои сбылись думал машинка там там нет биби там просто подарок подожди ну мирошка а не может иди вот так пожалуйста трансформации что это такое? горячо горячо какое сердечко и что там? Мораль подарка такова, да? Да. Мораль такова. Субтитры сделал. Семья рождения. Спасибо. Да, Миша. Поехали, одевайся. Куда? Кое-куда. Действительно, что я буду морозиться? Темка почистит машину, а я пока заведу ее. Что, зря рожали, что ли? Сегодня, хоть и холодно, минус 12, пишет машина, но посмотрите, как прекрасно светит солнце. Вот мы сколько раз говорили, пусть даже будет холодно, но главное, чтобы светило солнце, потому что без солнца это вообще просто ужас. Но нам пока везет с погодой. Видимо, мы из Таиланда привезли с собой солнышко, это очень хорошо. Да, Тема? Ага. Что, Темка, готов в лесу? Нет. Почему? Страшно. Почему? Потому что медведи. Да ладно, что ты? Ладно, готов. Готов? Да. Точно готов. Мы приехали, Темка. Что ты залез? Марин, что залез? Ну, право, смотри. Это же лыжные. Но? Ну что у них когда-то на лыжах? На сноуборде? На сноуборде. Что? Классно? Да. Поедем? С удовольствием. Ну все, паркуемся тогда. Здесь, кстати, еще есть снегоходы вот эти. Мы вообще ни разу в жизни тоже не катались. Ротракт прошелся. Мы прям... Темка, сюда едем. Мы прям вообще с утра приехали. Почти никого нету. Вот так вот, да? С Таиланда сразу в зимчик. Да, Темка? Все, Темку одели. Блин, как я тоже сильно хочу катнуть. Но, наверное, не сейчас. Темка сначала. Ротрак стоит. Смотрите, какой снежочек прекрасный. Кайф вообще невероятный. Так. Вот сейчас нам нужно сюда цепляться. И поедем. Давай, давай, Темка. Сейчас я тебе все объясню. Будешь внимательно слушать. Здесь, короче, вообще четыре склона. Есть вот учебный. Вот, собственно, мы сейчас на нем. И есть непосредственно, как это называется, ну, такие достаточно крутые спуски. Пробуем толкаться до подъемника. Давай, 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 Темка. Вот. Отормаживайся. Нет, 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 нет. Отормаживайся. Та, емко. Слушай, оттормаживайся. Нет. Вот, вот так должен. Вот, давай, давай. Пробуй, пробуй. Давай, давай, давай. Вот. Контролируй. Нет, ты развернулся. На чём? Давай, сынок, давай. Просто вес тела переносишь, и всё. Переноси на другую ногу. На другую ногу перенеси вес тела. На другую ногу переносишь. Переноси, переноси. Вот, 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 и назад. Вот. Ач. Ага. На другую ногу. О, молодец. Ач. Нет, нет, переноси вес тела. Перенеси вес тела. Вот, вот, оттормаживайся. Ну, неплохо. Принцип почти понял. Кому интересно по ценам горнолыжки в Подольске, вот, Тёмка катался, получилось 850 рублей за полное амбандирование, плюс шлем и час каталки без скипаса. Как вам такие цены? Я просто даже не знаю рынок цен. Напишите в комментариях. Да, Тёма? Ага. Мы почти в полном составе. Мирошка спит дома. Мы по-быренькому поехали на вторую часть отмечания зимнего дня рождения Тёмкиного. Едем кататься на коньках. Ага. Да, сто лет тоже не катались, поэтому... Маленький вообще... Нет, маленький. Сколько лет назад? Год от 4 назад, наверное. Мы пытались, мы пытались. Артёмка был ещё маленький. Чё ему там, 5 лет было? Да, я помню, я тогда прям падал, падал. Да, 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 да. А сейчас вот вы уже большие как раз. Я умею, если я умею на ролик кататься. Как не прикочено? Как написали? Славян, не начинай с голой попки, Настя. Я умею. Я говорю, всё, голые попки закончились. Я не учился. Сперпучь одежды. Мы приехали в наше... Одно из любимых мест вообще в Подольске. Называется... Павлодит. Да, здесь и пруд, рыбалка, конюшни, беседки, ресторанчики всякие разные. И каток. Здесь очень клёво. И вот прям находится через дорогу вот от района. То есть можно перейти, но мы на машине, потому что у нас вон коньки. Носёнки мы покупали. Видите, когда была Олимпиада. У меня тоже конькам куча лет. Канада, короче. Людкие катки классные. Так, и надо найти где-то прокат. Наверное, вот. Касса, раздевалка, прокат коньков, заточка, кафе на льду. Ну, прикольненько. Здесь вечером всё светится. Людей мало сейчас. Ну, круто. Сейчас покатаемся. Здесь, кстати, ещё вот эти поручни для детей. Они, ну, просто выдаются. Вот их можно спокойненько прям брать. Без проблем и кататься. Ладно, сейчас всё узнаем. О, входной билет 300. Прокат 200. Всё, мы все одеты. Коньки на нас. Берём вот эти вот штуковины. Дети у нас уже стояли один раз на коньках. Но это было прям давно и неправда. Всё, держись за неё, Родик. И так же, как на роликах, сынок. Артёмка, давай. Оп. И всё. И поехал. Не-не, Артёмка, не надо. Аккуратненько. Всё. А мы погнали. Ну, слушай, наточенный. Ага. Давай-давай, парни. Клёво. Не упади туда сюда. О, полчаса каталки. И вот они прям вообще поехали. Молодцы. Вон он, именинник. Ну, чё, как вам? Классно. Да, понравилось? Да. А если нас бьёт шайбу? Хоккеист. Да, это они под конец с хоккеистом рубились. Да, потрясающее место. Он кто в Подольске живёт и сюда не приезжает. Вот, приезжает. И здесь очень клёво. Вот, говорю, летом здесь шашлыки можно жарить, рыбачить, на конях кататься. А зимой его тоже есть развлечение. Они бы здесь ещё какой-нибудь тюбинг бы установили, было бы вообще супер. Мы заказали наши любимые роллы в нашем её магазине, где самые лучшие том-ямы, да и роллы в целом в мире. Сейчас откроется здесь полянка. Да, в нашем пробовании. Да слушай, даже в Японии такие роллы не делают, чтобы... Ну, поедем, посмотрим. Да, к ребятам поеду и посмотрим. Поедем. Поедем. Поедем к друзьям и посмотрим. А ещё здесь... Вот, который раз приезжаем, да, в Россию и кайфую от того, что все там санкции, не санкции, но при этом заходишь в магаз, какого у нас вина зарубежного нет. Итальянская, французская. Естественно, оригинальные. Самое главное, цены кайфовые. В Таиланде самая минимальная бутылка вина. Тысячу рублей, представляете? Ну, типа, офигеть вообще. А здесь вот прям такой огромный выбор. Супер. Смотрите, как красота у нас получается. Вот такой стол. В принципе, постоянно, когда мы приезжаем к родителям в гости, сразу заказываем эти вкуснейшие роллы. Садимся. Ну, а сейчас ещё и тем более такое событие, как день рождения Тёмки. Такой сюрприз нам сделает просто от вам башки. А где Тёмки? Офигеть! Тёма, иди сюда, быстрее! Привет! Привет! Блин, ну вообще оторванные. Привет! 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 Маленькая Лена! Привет, маленькая Лена! Привет! Подарки Артём дарить! Загадите! Давай! У меня не целовать! Здравствуйте! Спасибо! 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 Всё, ребятки, мы падаем кушать. Наслаждаться этими прекрасными роллами, самыми вкусными в мире 100%. С вас лайкосик, комментарии пишите, подписчики не забывайте. Телега, там вот есть ссылка, QR-код, сканируйте. Выпуски все пересматривайте. Ну, а мы отправляемся всё кушать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok